Всем приветики! С вами Ольга и я вам желаю здоровья, счастья, радости, любимые и дорогие. И, как я и обещала, следующий мой репортаж из Армении, из аэропорта Еревана. Дело в том, что мы, когда вы летали из Рима, дорогие мои, у нас случились конфузионы. То есть самолет почему-то не сразу полетел. То есть мы выехали сначала с нашей парковки, так сказать, с самолета. Я тут чаи распиваю. Такой у меня чайничек хороший и чашечка красивая. Мне очень нравится этот бар, такой прям хорошенький. Главное, что здесь есть Wi-Fi. Сейчас я покажу. Смотрите, как уютненько. Музычка играет. Есть и розетки вот тут. Вот я заряжаю телефончик возле каждого столика. Ну и карточкой можно расплачиваться этой европейской. У меня есть европейская. Поэтому с удовольствием сегодня взяла чай. Ночь. Потому что, как я уже говорила, из Рима, когда мы вылетели, у нас получилась поломка самолета. Вот так вот бывает. Ну хорошо, что ее обнаружили на земле. Короче, у нас была задержка рейса на час и десять минут. Пока это все не сделали. Ну а потом, когда сказали, что поломка уже устранена, потому что вызвали техника, и все сразу зааплодировали, потому что действительно это хорошо. Конечно, все равно потом, когда летели, все немножечко жим-жим, потому что поломка была. Ну, слава тебе Господи, долетели. Долетели хорошо. И в Ереване мы уже были не в два часа по ереванскому, по армянскому времени, а в три. Но мне это еще и лучше, потому что следующий у меня самолет аж в десять утра до Калуги. Так что следующий репортаж, дорогие мои, уже буду вести из России с любовью. Из Калуги в этот раз. Потому что я раньше брала до Москвы, в этот раз решила до Калуги сразу попробуем. У меня будет уже компания наша русская Азимут, и регистрироваться я уже буду здесь, в аэропорту. На Азимут тоже написано, что открыта онлайн-регистрация, но только если место какое-то ты начинаешь бронировать и доплачиваешь. Если хочешь бесплатное место получить, то значит в аэропорту регистрация. Но, кстати, Азимут регистрируют, мне Алеша сказал, в аэропорту совершенно бесплатно. Ну, в общем, здесь маленький аэропортик. Это вот это вот кафешечка, очень удобно, потому что здесь есть Wi-Fi. То есть взял какой-то чай, как я вот сижу, ну чайничек, кстати, чай вкусный, но у меня есть тут лимончик. Хотела что-то взять себе постное, постного ничего тут нет. Ну, вот пью чай, ем мармеладки, и очень даже хорошо, потому что есть Wi-Fi. То есть я могу и видео посмотреть, и со всеми переписываться, и свое видео выставить и так далее. Очень мне понравилось, потому что здесь на нижнем этаже в зале прилета есть картинная галерея, дорогие мои, и довольно-таки хороша. Эти картины все продаются, я потом сейчас вам ее покажу. Ну, а мне нужно будет ждать, потому что регистрация начинается за три часа до вылета. То есть если у меня самолет в 10 утра, значит в 7 утра я могу уже зарегистрироваться в аэропорту. Ну, как я говорила, Азимут, Алеша сказал, что регистрирует в аэропорту бесплатно. А если онлайн, то наоборот получается, ты должен заплатить свое место. Ну, в общем, дорогие мои, Ереван нас встретил тоже дождем. Хоть и написано было, что в Ереване плюс 19 градусов. Да, действительно тепло, но дождик довольно-таки сильный. То есть из зима мы вылетали уже с дождем и в Ереван прилетели с дождем. В общем, посмотрим, как нас встретит Калуга, как нас встретит Россия. Ну, а сейчас пока немножко поспала я хорошо в самолете, поэтому я сейчас бодренькая и распиваю чай. Немножко хотела на улице погулять, потом на это дело забила. Мы пока шли от самолета до аэропорта, так что немножечко погуляли, так сказать, потому что шли пешком под дождем. Ну, нормально, это так немножко охладиться тоже можно. Главное, что долетели, все хорошо, обошлось, эту паромку устранили. Как я уже говорила, я летела на компанию ВИЦАЭР. Это компания итальянская, очень я ее люблю. Ну, и, дорогие мои, обычно у меня там был бесплатный багаж, то есть это только рюкзак, без всяких там сумочек. Ну, я посмотрела, девчонки там некоторые шли и с пакетиками, и с сумочками, и прямо мы все пропускали, никто не обращал внимания. Ну, я не рискую, сумочка свою маленькую я прячу. Кто его знает, на кого нарвешься, то есть, может быть, девочка и прошла, а на меня, так сказать, можно спрятать. В общем, один маленький багаж, рюкзак там 40, 30, 45. Ну, а если кто-то хочет с собой взять маленький чемоданчик или большой чемодан, это уже отдельная плата. То есть, за маленький чемоданчик можно просто оплатить приоритетную посадку. И у вас уже будет и рюкзачок, и маленький чемоданчик. И этот маленький чемоданчик можно взять с собой в самолет. Сегодня у меня вот соседка была, у нее был маленький чемоданчик, но дело в том, что когда делаешь онлайн-регистрацию, у тебя уже этот чемоданчик не взвешивают. Это тоже большой плюс. И когда она попросила одного мужчину из багажной полки чемоданчик достать, он еле его снял. То есть, он был, наверное, килограмм там 20, а то и 25. Вот чем хороша онлайн-регистрация. То есть, по размеру он проходит, а по весу никто уже больше не взвешивает. Ты проходишь уже совершенно спокойно. Вот это плюс. Ну, и сейчас немножечко поделюсь с вами видами, так сказать, аэропорта. Ну, я уже делилась, когда прилетала. То есть, на первый этаж прилет. Нужно будет выйти, если у вас две разные компании, так сказать, выход в город. Но не обязательно в город выходить, как я. То есть, вышли вы в аэропорт на первый этаж. Хотите, походите, потому что сразу таксисты говорят, ой, девушка, все девушки мои. Ой, девушка, куда вас довезти? В гостиницу или куда-нибудь еще? Город посмотреть? Ну, город ночью там смотреть нечего, тем более под дождем. Тем более, что я уже его видела. Ну, а так, если у вас потом нужно будет другой самолет брать, это вы поднимаетесь на эскалаторе или на лифте на второй этаж. А вот на лифте, когда вы подниметесь на второй этаж, с правой стороны, вот это вот кафешечка, которая мне нравится. Здесь есть другие кафешки. Ну, это как-то прям вот такое, но уютненькое. И карточка я расплатилась. Если у кого нет карточки, пожалуйста, можно поменять евро. А здесь уже в обменном, в обменнике расплатиться их деньгами. Ну, и вот такие вот у меня немножечко сегодня дела. Сижу пока в Ереване ночью. Не стала делать стрим, потому что, чтобы вас не будить, дорогие мои, будете смотреть меня в записи. А сейчас покажу еще немножечко аэропорт. Ну, чем показывает этот самолет, в котором мы летели, из Рима до Еревана. Народу было полно. Народу было полно. Посмотрите, какая очередь. Но еще некоторые сидят. Мне понравилось, которые вот армяне, ребята. Потому что в самолет нельзя проносить спиртные напитки. Они взяли огромную бутылку такой виски, перелили в бутылочки из-под кока-колы. И спокойненько там их пронесли. Но еще и в аэропорту тоже выпили нормальненько. Ну, в общем, дорогие мои, это я уже в аэропорту Еревана. Славьте, Господи, мы нормально приехали. Очень приземлились. Все хорошо. Ну, то, что на час запоздали, ничего страшного. Меньше я буду сидеть в аэропорту. Ну, пью чай, как я говорила. Мне это нравится. В общем, как я говорила, билет в самолет был полный. То есть практически ни одного места свободного я там не увидела. Я брала билет 25 апреля. И еще билеты были. Потом не знаю. Ну, вот эта галерея мне понравилась. Кстати, картина мне понравилась, хоть я в них не очень разбираюсь. Но, на мой, так сказать, взгляд, они продаются. Самые дешевые стоят тысячу долларов. А самая дорогая, я посмотрела, где-то 6 и 7 тысяч долларов. Ну, в общем, действительно, картины красивые. Ну, на мой вкус. Я уже не знаю, потому что я не художник. Но мне понравилось. Ну, в общем, я сегодня как будто бы еще и в музее побывала. Вот в аэропорту тоже можно что-нибудь интересное для себя найти. Ну, как я говорила, а вылет уже это на второй этаж. Нужно подняться. И там уже всякие вот эти чек-ин. То есть регистрация проходит. Но регистрация за 3 часа до вылета. Поэтому, чтобы дождаться своей регистрации, я вот здесь взяла чай и спокойненько его распеваю. Слушаю музыку, потому что здесь очень хорошая такая добрая музыка приятная. Пыталась сама играть в Риме. Happy birthday to you. Когда-то я тоже играла. Ну, в общем, дорогие мои, вот такой вот аэропорт. Он небольшой, уютный. Я его люблю. Напоминаю, что сейчас в аэропорту Еревана и вообще везде в Армении не принимают карты мир русские. Но зато вот я расплатилась своей картой итальянской. Она у меня прошла. Мальчик удивился, который бармен. Говорит, надо же, прошла. Так хорошо. Ну и все. Ну, вот, дорогие мои, чайничек мне дают вот такой вот большой. Лимончик я попросила. Лимончик я тоже люблю. Поэтому и чай тоже с удовольствием пью. Ну и то, что хорошо, здесь есть Wi-Fi. Потому что в аэропорту просто так Wi-Fi не поймаешь, дорогие мои. Ну вот, с вами будет ждать следующего репортажа. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok